Ядерное оружие на вооружении у многих стран это и есть многополярность. Ведь многополярность это не то, что объявляет Россия, подразумевает Китай, подразумевает, возможно, Иран и условно, как там говорят, страны глобального юга. Вот именно ядерное оружие является гарантией многополярного мира. Просто может ли человечество существовать без глобального жандарма? И кто тогда будет писать эти международные правила? Вообще все под откос, если честно, пошло. Мы, мне кажется, недооцениваем исторически российско-украинскую войну. Это мы назвали как-то в одном из подкастов библейской войной, вот этих двух славянских народов. Но сейчас мы по-другому с тобой открываем взгляд на происходящее. Это мировая катастрофа, так-то. В общем, да, потому что Россия сняла эти запретные печати, и теперь вопрос о ядерном вооружении встал открыто у всех. И мир вступил в такую фазу, которая неизвестно, чем закончится. Может быть, закончится тем, что не будет никакого мира. А, возможно, люди успеют дожить до времени, когда начавшаяся сейчас, опять-таки, на российско-украинской войне военная революция, связанная с применением дронов, но это только часть этой революции. Там, прежде всего, главное, это искусственный интеллект, который сейчас уже соединяется с этими дронами, уже первые опыты на фронте уже видны, уже пытаются эти системы применять. А дальше там пределов нет. Возможно, вот это в будущем, лет через 10-15, совсем поменяет правила войн, и даже ядерное оружие перестанет быть таким вот главным сдерживающим фактором. Но это, во-первых, не факт. А сейчас каждый, кто обзавелся ядерным оружием, понимает, что он, оказывается, может грозить отсюда даже Соединенным Штатам, терроризировать их и предъявлять им ультиматумы. И американцы еще неизвестно, как ответят. Скорее всего, лапки кверху подымут. И, соответственно, мир разваливается на части, и каждый уездный владыка, местный диктатор с ядерной бомбой будет чувствовать себя царем горы. И отсюда прямая дорога к действительному ядерному столкновению, которое неизвестно, чем закончится. Но в большей вероятности будет прав все-таки Эйнштейн, который сказал, что я не знаю, чем закончится Третья мировая война, но в Четвертой точно будут воевать каменными топорами. Вот примерно в этом направлении люди очень сейчас могут здорово двинуться, сами того не желая. Продолжение следует...